Всем, ребята, привет! Вы на канале JuicyPay и сегодня мы опять будем коптить! Это щепки с прошлого раза, когда мы моему коптили. Нужно это всё достать. Свежие щепки засыпали, можно подставку обратно ставить. И давайте посмотрим, что же мы сегодня будем коптить. Это у нас скумбрия. Рыбку уже почистили, голову отрезали, посолили, промыли. И вот она уже примерно полчасика лежит и высыхает. В коптильню нужно ложить сухие продукты, чтобы они лучше коптились. Я в фокусе. Меня слышно? Да, скажи, зая, любимая. Так, берём вот эту любимую заю. Ставим эту любимую заю на стол. Так, ладно. Как обычно, фольга. Какая-то спичка нужна, дырочки поделать. Или палочку какую-нибудь. Так, делаем дырочки. И ложим сюда нашу... О, нахер не всё стекло. Ну, в пузике там по-любому вода будет. Так это... Не есть хорошо. Кстати, когда я снимал прошлое видео, где мы делали мойву, мы там допустили несколько ошибок. Первая самая главная ошибка, то, что мы её сильно пересолили. Там нужно было соли раза в 4, меньше кида, как минимум. И я там говорил, что её нужно долго коптить. Но... Если мы коптим горячим способом, то часа... Ну, 1 час, как бы этого хватает с головой. Для рыбы. А я её копил, тогда получается примерно час. Потом ещё минус 40. Оно закрытое стояло, докоптивалось. Всё, заложили. Укрываем. Поэтому. Сегодня у нас скумбия. Мы её 100% не пересолили. Ветер дует. И будем её коптить примерно час. 40-40 час. Обычно рецепт он. Я посмотрел. Большой плюс данного способа приготовления, то, что не нужно много дров. Вот такой вот щепотки дров, чтобы эту рыбу, как бы, приготовить, вполне хватит. Может, потом ещё одну палочку подкину. Две максимум. Всё. Я думаю, этого достаточно. На улице погода обалденная. Котик тоже балдеет от хорошей погоды. Так, прошёл целый час. Ай! Угольки ещё остались. Но, я думаю, рыба уже готова. Сейчас лишь бы не ошпариться. Ух-ху-ху. Горячо. Ай! Поднимаешь крышку, и рука. Это... Горит. Так, храя немножко проветрится, и остынет. Посмотрим, что там получилось. А ну, смотри, как думаешь, готова или нет? Вроде бы и готова. А ну, дай вилочку. Не взяла вилочку? Нет, не взяла, ничего не взяла. А тарелку взяла? Нет. Ну, ветер же дует. Ну, я слышу, так что мне сделать? Останови ветер, чтобы не дул. Вертолёты выслать? Да. Так, ну, как... С чего начать? Как-то шкуля так плохо сдирается, странно. Не, ну, рыба... Понятное дело, что готовая. Смотри. Снимай. Беленькая полностью внутри. Мм, сочная. Сладенькая. Жирная, нежирная? Ну, это с кумбрией. Да, она жирноватая. Так, а теперь с котей поделиться надо. Подожди, я сейчас не снял. Ты же с котей едиться хочешь? Котик? Унюхал тоже, да? Котик не хочет. Сейчас захочет. Так, что ему сказать? Полностью всё получилось. Часто хватает, чтобы она прокоптилась. Самое главное, мы её не пересолили. Это уже большой плюс, это уже успех. Сочная получилась. Слеганца солёная, слеганца сладо-сладковатая. Короче, вкусная. Конечно, я этой с кумбрией уже объелся, потому что, я помню, мы её очень часто раньше готовили. И запекали, и жарили, и как только мы её не готовили. Поэтому я ей, как бы, ею объелся. И вот и давно не готовил. И вот опять я приготовил, и всё получилось вкусно, обалденно. Так что, коптильня, крутая штука. На этом, ребята, всё. Спасибо за внимание. Всем пока. Забыл добавить то, что касается копчёного привкуса, аромата копчёности. Он, конечно же, присутствует такой насыщенный. По вкусу сразу понятно, что это домашнее копчение, а не какое-то мы производственное, массовое. Субтитры добавил DimaTorzok